Продолжение следует... Пример не в процессе, а вот этот пример, он перед нами находится. Пример лепки учеником обрубовочной головы. Но поскольку наши ролики смотрят много начинающих людей, то, конечно, нужно напомнить, что мы все-таки должны воспринимать не... как бы не эстетику, да, не специфический вид обрубовочной головы, да, а то, чему она может нас научить. Вот. И вы видите, да, с чем человек должен столкнуться при выполнении такого задания. С необходимостью взять общие пропорции, да, с четырех точек вначале, да. То есть это анфас. Это два профиля, да. И это вид сзади. Но при этом обрубовочная голова, да, такая стандартная, которая продается у нас в наших магазинах, она сама по себе немножечко кривая, асимметричная. Сейчас, правда, появились в последние годы еще разные ее вариации. Но тут уже ученик должен сам решать, да. То есть, наверное, лучше все-таки делать все симметрично и верно. Вот. Немножечко усложняется это задание тем, что голова наклонена. Сейчас появились продажи обрубовки с... как бы прямо расположенной обрубовочной головы. Но, с другой стороны, учиться брать наклон все равно рано или поздно придется, поэтому... Важный момент какой, да, то, что с самого начала лепки желательно стараться брать общую форму, то есть не увлекаться, ну, так же, как при рисунке обрубовки, не увлекаться вот всеми мелочами, да, которые, видите, на самом деле на данной голове еще не до конца вылеплены. Они в процессе. Можно, в частности, посмотреть на детали, которые хорошо это показывают. Почему они в процессе? Они в процессе, потому что еще идет поиск уточнения пропорций. Вот, если анфас посмотреть, видите, здесь видна достаточно сильная симметрия. То есть, полной симметрии нам добиться очень сложно. В отличие от тех ребят, которые лепят Z-браши и вообще на эту тему не парятся, да, нам довольно сложно добиться полной симметрии, но нам более-менее необходимо эти вещи научиться держать под контролем. И, соответственно, видите, что идет сейчас уточнение общих больших пропорций расположения крупных частей. То есть, собственно говоря, именно самих планов и переломов формы. Важный момент, конечно, лепки обрубовочной головы, он состоит в том, что человек, собственно говоря, в процессе и вылучивает расположение этих самых планов и переломов формы. То есть, получается, что здесь у нас совмещаются две задачи. С одной стороны, нам желательно ухватить пропорции и общий характер формы, как при лепке любого объекта с натуры. С другой стороны, сама по себе лепка, даже если человек, скажем, где-то в пропорциях, там, может быть, не до конца верно взял, она полезна чем? Она полезна тем, что человек вылучивает расположение планов и переломов формы. Одна дама, которая ходила ко мне в студию несколько лет назад, она по собственной инициативе лепила обрубовочную голову 15 раз. Она это делала дома, она купила обрубовку и занималась чем? Она ее лепила, потом ломала, снова лепила, снова ломала. Никто ее не заставлял. И, конечно, она за эти, скажем, 15 раз, она выучила обрубовочную голову наизусть. И даже, собственно говоря, при мне она делала такую вещь, она вылепила вначале обрубовку, потом ее превратила вот в живую голову. Было очень интересно за этим процессом наблюдать. Поэтому, дамы и господа, вот обрубовочная голова, это такое явление, которое, на самом деле, имеет важнейшее значение для освоения портрета. И я думаю, что каждому можно пожелать ее, если не 15 раз, то хотя бы раз вылепить, но и постараться более-менее запомнить расположение планов и поворотов формы, переломов формы на голове. А на самом деле мы это расположение планов и переломов формы изучаем всю жизнь. Поэтому хорошо, если у вас обрубовочная голова будет просто находиться в том месте, где вы работаете, в качестве пособия, на которое можно время от времени поглядывать, когда вы занимаетесь лепкой портрета, и находить связи, параллели, и, может быть, даже с каждым годом понимать большее значение обрубовочной головы, чем это когда-то нам казалось вначале. Спасибо, дамы и господа. Всего доброго. До новых встреч.